МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа уроки выживания. И я, Лев Миримский. За окнами потеплело, и весь полуостров заметно оживился. Скоро курортный сезон. Это самое горячее время для многих крымчан. Период, когда жители Крыма в той или иной степени включаются в туристический бизнес. И, наверное, самый популярный его вид – это сдача жилья в аренду. Итак, сегодня мы поговорим об особенностях сдачи квартир, о секретах и подводных камнях этой деятельности. Еще недавно большинство снимающих жилье и не могли даже мечтать о том, чтобы попросить хозяина подписать с ними договор аренды, тем более заверить его нотариуса. Владельцы жилплощади ни за что не хотели светиться перед налоговой и отдавать государству часть дохода. Сейчас ситуация начинает меняться. С одной стороны, налоговики, озабоченные наполнением бюджета, рьяно взялись за поезд нарушителей – тех, кто держит квартирантов на птичьих правах. К этому поиску подключают работников ЖЭКов, участковых милиционеров, риэлторов и даже просто живущих по соседству пенсионеров. Так что рано или поздно в дверь съемной квартиры может постучаться налоговый инспектор. С другой стороны, и квартиранты, и хозяева жилья все чаще задумываются о защите своих прав. И тогда уплата налога кажется меньшим злом, чем угроза лишиться собственного жилья или денег в виде немалого штрафа. Четырехэтажный домик с молодым виноградником во дворе. Для Владимира Чубукова это и дом, и работа. Более того, это самый настоящий семейный бизнес. Шесть квартир своего дома пенсионер сдает в аренду. Все они с отдельным входом и необходимыми удобствами. Крымский вариант района Мэл Роуз семья Чубуковых создала и содержит собственными силами. Практически все я делаю своими руками. Но не только я. У нас семья большая, приходит и невестка, и дочка, и вторая дочка, и сын. И все они приходят, и внуки. Они все-все помогают. Без их помощи было бы очень тяжело это все сделать. Умная экономия и абсолютная законность – вот два главнейших правила для Чубуковых. Заняться арендой семья решила еще в 2000 году. И первым делом зарегистрировали свое начинание в налоговой инспекции. Раньше ко мне приходили, когда только я начинал сдавать, ко мне приходили и из милиции проверяли. Они не верили, что я официально плачу. Мне пришлось показывать патент. Уплата налогов, рассказывает Владимир Чубуков, уже не раз спасала его семью от неприятностей. Однажды даже пришлось прибегнуть к кардинальным мерам, чтобы попрощаться с непорядочными съемщиками. У нас были одни квартиранты, которые мы не могли выгнать отсюда. И нам пришлось обратиться в налоговую полицию. Они жили иностранцы, были дурки. И даже милиция с ними старалась не связываться, потому что они иностранцы, граждане другого государства. И благодаря налоговой полиции, совместно со службой СБУ, мы их отсюда убрали. Правда, и сумму, которую ежемесячная семья отдает в бюджет, маленькой не назовешь. Чубуковы платят государству за каждую комнату отдельно, по фиксированной ставке. Однако, говорят, арендная плата с лихвой покрывает эти затраты. В первую очередь оплачиваем налоги, вторую оплачиваем все коммунальные платежи. Это первое. Это самое главное у нас в семье. А потом уже, что остается, на этой живем. А семья у Чубуковых большая. 14 человек. Все они, даже самые маленькие, работают дружной командой. Кстати, идея семейного бизнеса досталась Чубуковым по наследству. От бабушки. Конечно, большинство арендодателей по-прежнему избегают знакомства с налоговиками. Но при этом все без исключения заключают договора. Даже незаверенный у нотариуса этот документ может быть основанием для защиты своих прав в суде. Для этого в него должны быть внесены точные паспортные данные договорных сторон собственника и арендатора квартиры. Чтобы защитить свое имущество от недобросовестных квартирантов, стоит включить договор, опись имущества, а также график оплаты. Не поленитесь также застраховать квартиру от несчастных случаев потопа, пожара, кражи. Часто квартиранты просят зарегистрировать их в съемном жилье. Тем более, если речь идет об иностранных гражданах. Этого не стоит бояться. Ведь по закону арендатор не может претендовать на съемную квартиру. Однако вы должны знать, если вы зарегистрировали семью с несовершеннолетними детьми, то по закону, чтобы выписать их, вы должны будете получить согласие органа опеки и попечительства. А это как минимум неудобно. Сдавать в аренду вы можете как приватизированную, так и неприватизированную квартиру. В этом случае оформляется договор под найма. Этот документ имеет силу после регистрации в ЖЭО. В любом случае, закон лучше не нарушать. Ведь уплатив налоги, вы сможете гарантировать себе и спокойствие, и защиту со стороны государства. Сдача в аренду официально не считается бизнесом. И чтобы заниматься этой деятельностью, вам не обязательно становиться частным предпринимателем. Закон Украины Крыму не указ. Во всяком случае, что касается аренды квартир, ведь эта сфера деятельности на полуострове регламентируется отдельным постановлением Верховного Совета Крыма. Это обусловлено статусом туристической местности. Такой законодательный эксперимент отразился прежде всего на ставке налога. По Украине схема проста. Сдал квартиру, заплати государству 15% в виде подоходного налога. А вот в Крыму существуют разные ставки курортных и некурортных зон. Если это идет у нас регион, отнесенный к курортным, такие как Южный берег Крыма, согласно постановлению Крымскому, отнесенный к курортным регионам, то тогда налогообложение осуществляется за одно койкое место. В зависимости от стоимости проживания ставки установлены от 35 до 75 гривен. У некурортных городов свои ставки налога. Если регион не отнесенный к курортному, то тогда жилье без удобства либо с проживанием хозяев это 30 гривен в месяц патент стоит. У квартиры сдачи, если это однокомнатная квартира 70, двухкомнатная 100 и трехкомнатная, соответственно, 140 гривен. Такой налог придется заплатить за каждую издаваемую площадь в случае, если вы получаете патент на общих основаниях. Этот документ выдают в налоговой инспекции в течение трех дней после подачи заявления. Причем для этого вам не нужно регистрироваться частным предпринимателем. Во-первых, нужно написать заявление с указанием фамилии, имя отчества, идентификационного кода, фактического адреса проживания, а также указать предполагаемое время сдачи жилья. Также приложить информацию о сдаваемом жилье. Это может быть техпаспорт БТИ. Если же вы сдаете не одну, а несколько квартир или комнат, знайте, у вас есть возможность сэкономить на налогах. Для этого нужно зарегистрироваться частным предпринимателем и перейти на единый налог. Налог покрывается 200 гривен. Это максимальная сумма, которую арендодатель выплачивает за любое количество помещений, которые он сдает в аренду. И не в зависимости от того, какой доход он получил от сдачи помещений в аренду. Стоит различать долгосрочную и посуточную аренду. Второй вариант – более прибыльный, но и более рискованный. Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей, стоит не только узаконить деятельность, но и прибегнуть к поддержке риэлторских компаний. При заключении договора просматриваются все счетчики, если таковы есть в квартире, записываются, подписываются всеми лицами, риэлтором в том числе, он выступает как свидетель. И в случае каких-либо проблем риэлтор тоже может появляться как свидетель. Арендатор вы или арендодатель – будьте предельно осторожны. И прежде всего с документами. Помните, если вы зарабатываете незаконно, то этот закон не будет вас защищать. Более того, это грозит вам финансовыми неприятностями. Ведь чем дольше вы сдаете квартиру нелегально, тем выше штраф в случае разоблачения. По большому счету, уплата налогов выгодна и хозяевам, и съемщикам квартир. Ведь в таком случае аренда будет законна. А значит, закон будет защищать права обеих сторон. В случае недобросовестного пользования помещением, собственник квартиры может возместить свои потери через суд. А съемщик получает уверенность, что не окажется на улице. А сегодня все. Удачного всем нам курортного сезона. А если понадобится поддержка или консультация, звоните нам 60-10-05. Мы не учим вас жить. Мы хотим вам помочь защитить свои права. Давайте защищать свои права вместе. Вместе мы победим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова